Зальцман Исак Моисеевич, директор Кировского завода в Челябинске и одновременно заместитель наркома танковой промышленности. До этого три года руководил Кировским заводом в Ленинграде. В цехах Уралвагон завода Нижнего Тагила обосновался Харьковский завод номер 183 имени Коминтерна, где накануне войны уже производили танки Т-34. Так появился Уральский танковый завод с тем же номером. Задача была как можно быстрее к сроку начать выпуск танков. Здесь же ведь не умели делать танки. А это приехали очень квалифицированные публики с набором определенных комплектаций, которые дали возможность уже сразу же собирать танки. Там сделанные на заводе. Ну и потом начали производить здесь танки. Максарев Юрий Евгеньевич, директор Уральского танкового завода номер 183. Так был переименован Уралвагон завод. До этого возглавлял завод номер 183 в Харькове. На заводе 183 в Харькове конвейера по производству Т-34 не было. Т-34 собирали на стендах. Конвейер готовили, но его еще не успели создать. Переезжая на новое место, решили, что мы будем заниматься еруной, давайте сразу ставить конвейер. Мы какое-то время танков давать будем очень мало, но зато потом все возместим. Решение принимает, кстати говоря, не один Максарев, нарком Малышев его поддерживает. Вот, считайте, с ноября месяца монтируются конвейеры. Но танков-то мало. Танки собираются вручную на подсобных площадях, а танки нужны фронта немедленно, на Максарева начинают давить. У него был выход бросить, плюнуть на конвейеры и собирать на стендах. Тогда вот сиюминутно количество танков резко вырастет. Но перспективы увеличения нет. Либо терпеть и продолжать монтировать конвейер. В итоге Максарева снимает. Приезжает Зальцман. Зальцман, видя, что конвейер близ к пуску, тоже не стал внедрять стендовую сборку, а стал доводить конвейеры. Да, Зальцман прикрыл Максарева. Потому что Зальцман понимал, что Максарев прав. Что это единственное возможное в данных условиях решение. Все другие варианты решения, они хуже. Он страшно рисковал Максарева, в конце концов. Его могли к стенке поставить. Время было такое.